Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня мы разберем с вами партию третьего чемпиона мира Хосе Рауля Капабланки, сыгранную в Гаване в 1901 году против кубинского мастера Хуана Корса за звание чемпиона Кубы. Капабланка играл за черных в Е4 Е5, конь С3, конь С6, венская партия, Ф4, Корса выбирает гамбитный вариант и Капабланка его принимает. Следует конь Ф3 и черный подкрепляет свою пешку ходом Ж5. Белый задвигает свою пехоту на Х4, чтобы разбить пешечную цепь, но Капабланка в ответ задвигает пешку на Ж4, задавая вопросы белому коню. Следует конь Ж5 и Х6, все с тем же вопросом. Конь пойман, поэтому Корса бьет на Ф7, тем самым лишая рокировки черных. Капабланка конечно же забирает этого коня и Д4, захватывая центр. Черный отвечает Д5, подозреваю эту затею. Сильнее было бы конечно сыграть Д6, подготавливая флорпост для коня на поле Е6 и он бы там неплохо обосновался, в случае если бы белые конечно стали дальше задвигать свою пехоту на Д5. Но в партии было сыграно Д5, последовало ЕД и Ф7 с шахом. Белый монах стремительно отправился на поле Ф2 и это верное решение, ведь в случае если бы белые перекрылись от шаха своим слоном, то для них бы это было началом конца и позиция в итоге была бы безнадежной. Поэтому Белый Король ушел на Ф2. Капабланка прописывает еще один шах, задвигая пешку на Ж3. Король Ж1 и черный бьют конем на Д4. Вырисовываются уже матовые угрозы по диагонали Ж1, А7. Белые забирают этого коня и Ф5. Теперь в случае если бы белые пошли на размен, они получили бы вот такой вот красивый мат. Белые это понимают и поэтому играют конь Е2, подкрепляя своего ферзя. Но Капабланка настаивает на размене ферзей и предлагает это сделать на своих условиях. Играют ферзь Б6. Белые принимают это предложение. Взяли-взяли и конь Д4, все так же перекрываясь от матовой угрозы. Последовало слон С5. Корса подкрепляет своего коня ходом С3 и ладья А4. Капабланка включает режим зверя и начинает душить своего соперника. Корса это понимает и выводит своего слона на Е2, чтобы в дальнейшем развязать своего коня и было свободное поле для отступления королю. Например, если бы белые вместо хода слон Е2 сыграли бы в Б3, то черные попросту жертвуют качество за победу. И в случае если бы белые приняли эту жертву, то последовал бы вот такой вот мат. Поэтому сильное продолжение было вывести слона на Е2, как это и было сыграно в партии. Последовало взятие коня с шахом, СД и черная ладья встает на Д4. Б3 играет белые с идеей вывести своего слона на большую диагональ. И это неточность. Сильнее было бы сначала вывести слона на поле Х5 с шахом и уже потом задвигать на Б3. Капабланка играет конь Ф6, профилактируя выпад слона на поле Х5. И белый слон занимает пункт Б2. Черный в ответ задвигает ладью на второй ряд. И это вилка. Икорс обрывается на Х5 с шахом. Капабланка жертвует качество, забирает его слона и получает инициативу. Белые принимают жертву и черные пехотницы несутся вперед. Ф3. ЖФ и конь Ф4. Позиция белая безнадежна, хоть и имеется лишняя фигура, но у черных инициатива. Слон Е5 хоть как-то спастись. И ладья Ж2 с шахом. Король отступает на Ф1, но Капабланка преследует свою жертву и играет ладья Ф2. Последовал король Е1 и черный конь врывается на поле Д3 с вилкой на короля и на слона. И на 26 ходу Хуан Корсо признал себя побежденным. И действительно, если бы вместо поля Е1 белый король отступил бы на Ж1, то последовал бы вот такой вот красивый спертый мат. Ну а в случае продолжения партии, после ходя конь Д3, король Д1, пешку Ж уже не остановить, ладья Ж1, конь бьет Е5, ладья Ц1, слон Х3, промежуточный шах, король Ф6, ладья бьет Ж2 и позиция белых просто безнадежна. Если вам было полезно это видео, пробейте палец вверх и не забывайте подписаться. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Всем пока-пока.